Я думала, вы на завтрак яичница, сосиски и золото. У вас же есть золото. Давайте посыпаем. Можно, можно, конечно, да. Хочешь? Золотишь? Ой, мама! Это действительно лакшери. Это лучше, чем по клубам в Москве. Я Лариса Бундеева. Это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ирина, Марианна и Анастасия. А жених у нас Матес. Здравствуйте, проходите. Мы вам рады. Матес. 38 лет. Маркетолог в сфере брендовой ювелирной продукции. Родился в Гамбурге. Сейчас живет на Майорке. Гордится тем, что умеет шутить на четырех языках. Признается, что добавляет в пищу золото. Предупреждает о том, что уже определил день своей свадьбы. В связи с тем, что законы в Германии всегда были на стороне женщин, Матес не спешил связывать себя возами брака. Сейчас, научившись разбираться в людях, понял, что готов рискнуть. Матес не сможет найти общий язык с милой дурочкой и никогда не женится на силиконовой красотке. Возьмет в жены интеллигентную прелестницу модельной внешности, творческой профессии и мягкого нрава. Матес, скажите, а все маркетологи, работающие в сфере ювелирной продукции, поедают золото или только вы? Золото на шампанское. Ну, это я тоже пила шампанское с золотом. Я думала, вы на завтрак. Яичница, сосиски и золото. В обед свиная ножка, капуста тушеная и опять золотом. Вы знаете, что на организм надо все минералы. И золото это очень редко, но он очень хорошо на здоровье. И эмоционально тоже золото поднимает настроение. Вот я, например, очень люблю. Я, конечно, есть не пробовала, но... Да, попробую, да, попробую погрызть. Интересная внешность, необычная у него какая-то. Но это все раньше сейчас. Раньше, сейчас уже объелись, у вас уже золото. А вы с собой не принесли ничего погрызть? Закусить. Вот я смотрю, у вас не... А это вот? Я думаю, для невест это. Нет, это на нас. Ну, попробуем наши продукты из нашей фермы. А я попробую. Давай, поставь, попробуем. Давайте. Я угощусь. То есть вы, помимо ювелирки, еще занимаетесь... Поставь вот сюда, пожалуйста. Что ж ты? Вы занимаетесь еще и вот какими-то продуктами, да? Такими? Ну, на нашем ферме... Подожди, подожди. А у вас, извините, пожалуйста, я же пока... Вы не отдадитесь, я от вас не отстану. У вас же есть золото. Давайте посыпаем. Мне тут донесли. На марсипа? Можно, можно, конечно, да. Хочешь? Золотишь? Роза, у тебя рука поднимется. Я правильно открываю? Откройте. Типа сладости с золотом, да, делают? Не, ну, как золото не заставить, в случае. Туда? Не, побольше. У меня все переварится. Это будет покрасиво. Полетает чуть-чуть. Это очень романтично. Идея вот эта вот, что на моя свадьба, когда мы начинаем, свадьба будет шампанского, и внутри шампанского будет золото. Я знаю, что вы даже определились с датой свадьбы. Это будет 7 июня 2017 года. 7 июля, наверное, 7-7 2017. Да. Посмотрела я эту дату. Не буду вас разочаровывать. Дата красивая, но обещает, к сожалению, женскую неверность. Вот так вот человек, который выбирает случайным образом дату, где ярко выраженная женская неверность, наверное, и в жизни с этим сталкивался, я думаю. Он какой-то перепуган или то ли не уверен в себе мужчину, я не знаю. Но на телевидении, как бы в России, он тем более не русский. Ой, ручки. А вам зачем ручки-то? Не, ручки это на свадьбах. Я знаю, вы будете расписываться, да, в день свадьбы этими авторучками? Если мы идем на сакс, мы друг другу даем эти ручки. Здесь есть кольцо золотое. Вот. Он у меня ставит это кольцо на мою ручку, и я стою на ее ручку. Но... Регистратор говорит, притяните друг другу ручки. А если размер кольца не подойдет? Дорис, ничего, подгоним. Невесту. Невесту под дату, руку под кольцом. Как золушку под хрустальную туфельку. Надо, наверное, пол Москвы, пол Питера перелопать. Вы хотите жениться или хотите просто легкие отношения с красивой, умной? Ну, я здесь, почему я хочу жениться, конечно. Хотите детей? Три. Троих. Два и три. Почему русское именно? Я в Германию еще не могу развернуться, почему там очень скучно. Там все права на стороне женщины. Если случается развод, то мужчина обязан ее содержать, даже если нет детей. А уж если есть дети, то вас можно оставить без штанов. Потом, что скрывать? Русские красивее, чем немки. Русские девушки ухоженные, следят за собой, любят красивую одежду, хорошо пахнут. Немки на это, на все, им все равно. Они и так выйдут замуж, будут рожать, у них и так все права. Вот, поэтому мы даже в гроб ложимся в сто лет красавицами. А этот... У нас мужчина должен иметь что-то, чтобы предложить своей жене. У вас... Вы сейчас где живете? В Майорке. А у вас там что, свой дом? Ну, мы живем там на ферме, на тысячелетнем старом особняке, семья и так далее. А что вы там делаете на ферме? Растяю помидоры, например. Растяете помидоры? Угу. Выращиваете, да? Да, я... А... Растем, вот это... А вы земледелием занимаетесь, да? Ну, вот, выращиваете. Да, это кумкуматы, вот эти, как они, кумкуваты, да, обожаю, обожаю вот этот вкус. Хочешь попробовать? А этот... И скот какой-то выращиваете, да? Там коровы, свиньи, куру. Да, курица, да. Вот какая-то. Это Каталина, да. Вы туда жену привезете? На ферму? Да, она должна, да, она должна найти яйца. А с модельной внешностью что ей на ферме делать? А для кого? Для свиньи, что ли, прихорашиваться? Ну, Каталина, она очень... Она... Как называется? Не надо еду блюда и так далее. Она просто там хочет как-как... А Каталина, это свинья, да. А можно посмотреть видео? Ой, мама. А как, кто из них Каталина? Это Бонни Клайд. Бонни Клайд? Да, он найдет труфли. Я ей даю ванильное мороженое. А жена, что будет у вас... Ну, для чего на ферме? Работать будет, я так понимаю. Яйца искать. Труфеля искать, миссис Бонни Клайд. Да, конечно. Нет, это дар только передается некоторым породой собак и свиньям. Да. Женщина при всем желании не сможет. Ларис, вы сказали только если Ларис. И все хорошо начиналось. Золотые ручки. Скажите, пожалуйста, Матес, это ваш бизнес? Вы зарабатываете этим? Нет. Или это для души? Что это? Соббатикл. Это когда ты... В Руси так не бывает, но бывает, что бизнесменов, он идет отпуск на один год. И он просто живет как... Как хочет. Сто лет назад. Да. Вы выбрали такой путь на один год. Вот вы сейчас живете так. Я живу в природе, да. И ваша жена там должна тоже будет все бросить и жить вместе с вами? Например, да. Почему нет? А куда она должна надевать красивые платья, золотые серьги, кольца? Пальма недалеко. Столица от Майорка. И вечеринки не устраивают. Но если едем в Москву, можно тусоваться. Ну, понятно. Ну, тусоваться это не... Вы четко выговариваете это слово по сравнению с остальными. Чувствуется знакомо. Опыть. Мне кажется, он так тусуется, ходит по клубам, по ресторанам. Не, видно, видно. Уверен в себе мужчина. В этом плане... Тем более он знает такие слова. Тусоваться. Извини меня. Вот смотрите, для русской женщины, я не знаю, как у вас, не жила. Очень важна стабильность и какие-то гарантии. Вы же хотите троих детей, да? Сегодня вам хочется отдохнуть от всего, от светской жизни, от тусовок. И вы туда уехали. Продукты, вот что-то там такое делаете. Потом у вас будет еще какая-то идея. И ваша жена должна будет быть рядом с вами, обязательно поддерживать любую вашу идею, да? Любую вашу члену. Нет, но... А если у нее тоже будет свое дело? Вот она будет успешная. Надо женщина, которая... Гибкая. Гибкая, да. Которая тоже любит жить на разных странах. А какие гарантии, что вы с ней поживете какое-то время на разные страны, а потом она не вернется в Россию опять ни с чем? С детьми, с тремя. Зачем надо гарантии? Ну как? Гарантия – это наше свадьбу. Ну, наверное, она вернется с поросенками, я думаю, как минимум. Я знаю, что каждые три года он меняет свой образ жизни. Он меняет язык, на котором он разговаривает. Сколько? Семь или восемь языков, ты знаешь. Меняет страну, меняет свое окружение. Я поняла. А жена угонится за ним? Она успеет в эти промежутки? Жена должна быть соответствующая. Поскольку он человек активный, с большим количеством контактов, это не должна быть жена ревнивая. Ни в коем случае. Потому что здесь не срастется у них. Это должна быть сильная личность, которая будет его все время в семью возвращать. Потому что он взрослый человек, устоявшийся. Его надо все-таки в хорошем смысле слова контролировать. А на кой ей это? Объясните. Молодой, красивый, клевый, классный, уставший Матиус под сороковник, понимаешь? Который три года там, три года сям. Что? Ну, понимаете, Матиас ест золото, но он сам не золото. Давайте так, что же мы сейчас прямо себя так не уважаем-то? Через три года он захочет уехать в Гвинею Бесау. Понимаешь? А это не будет входить в планы его жена? Надо оговаривать. И будут дети, и да. Поэтому надо оговаривать на этом берегу. Почему он не женился до сих пор? Да, почему? Потому что есть, по его мнению, большой процент разводов. То есть первый брак, это почти гарантированный развод. Ну, понятно, это да, банально. Он говорит, зачем я буду жениться, чтобы разводиться гарантированно практически. Я подожду до зрелого возраста, когда я понимаю, что мне нужно, и тогда женюсь. Вот сейчас у него такой возраст настал. Прекрасно. Да, не золото, но жених неплохой. Поедешь на ферму? Почему я не поеду точно? Почему? Потому что я москвичка, я обожаю этот город, я в нем родилась. Кого ты видишь рядом с Матейсом? Наверное, из деревни. Ну, надо любить природу. Тем более он, ну, к старости делал, то, знаешь, к земле тянет. Ну, он все равно не понимает, что я говорю, но неважно. Деревенская какая-нибудь, ну, сейчас немножко продвинутая. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. А что нет-то? А кто будет со свиньями-то ходить? Джулия Робертс ходит за свиньями, а девушка, которая не пойдет из-за... А зачем ей из города уезжать туда? Из города, конечно, надо туда ехать. Это Майорка. Там две тысячи лет живут люди на этом месте, где стоит сейчас эта финька. Только богатые люди могут позволить себе жить вот так вот, яйца собирать свежее. Только очень богатые люди. Ну, не знаю, не была, не знаю. Вы посмотрите, этот десерт, он ведь сделан своими руками. Да, я вижу. Он собрал этот миндаль... Колбаска была бы, было бы вкуснее. Он миндаль этот собрал с дерева и сам его обработал и сделал из этого десерта. Потрясающе. Вы оцените вкус. Потрясающе. Это действительно лакшери. Это лучше, чем по клубам в Москве. Ну, тогда ты предлагай. Я это... Не знаю. Вы очень уставше выглядите. Уставше? Очень. Но он уже 7 дней как в России отдыхает. Да. Короче, стряхнуть его надо. Его надо встряхивать, вставить на ноги, потому что либо он так нервничает. Сейчас, сейчас выйдем, стряхнем. Я так думаю, что жизнь вас, конечно, потаскала. И по чужим... Ну, 11 лет мозг. Да, по чужим кроватям. Женщин, наверное, было много. Много? Да? Как вы знаете это? Ну, я вижу. Я вижу. Глаз не горит. Конечно, вам нужна девушка, которая будет ярче вас, умнее вас. Я думаю, девушке тоже надо опыт. У меня опыт есть. Обязательно. Опытная. Вы, наверное, видели, что у меня опыт, но... Да. И она должна быть очень хитрая. Нет. Очень хитрая. Она должна быть настолько хитрая, чтобы вы даже не поняли, что она имеет в виду. Ласково стелить. Ласково стелить. С вами быть всегда прелестницей, мягкой, очаровательной. Все. Но она должна быть с очень железным позвоночником. Она должна вас собирать и держать рядом с вами. Она должна быть очень сильной, очень продвинутой, не зависеть от вас материально. И вы не должны на нее смотреть вот так сверху вниз, вам будет неинтересно. Вы должны на нее смотреть так с восхищением обязательно. Но при этом, еще раз говорю, вы не должны чувствовать себя перед ней неловкая. Она должна быть настолько умная и хитрая, чтобы, будучи сильнее вас, интереснее, талантливее, красивее, этого не показывать. Конечно, другую вы съедите, с другой вы жить не будете. Я не согласен. Мне надо натуральная, интеллигентная, красивая девушка. Она будет натуральной, интеллигентной и красивой. Хитрая она должна быть обязательно. А вы не поймете, что она хитрая. Он преобразится после твоего выхода. Он Джозеф с тобой поспорит. А как это поспорить? Не могу. И что там по звездам? Я в больших сомнениях, но я советую девушку не просто хитрую, а очень спокойную, рассудочную, ту, от которой вы сможете зависеть. Пускай у нее будут командирские навыки и командирские качества. Но только мягко. Она должна быть спускай. Она жестко спускай. Да. Ну, то есть мы с тобой в одном. Но она внутренне должна быть направляющей в этой семье. И любить деревню. Конечно. Да. Надо задать ему главный вопрос. Согласен ли он переехать к женщине в Москву? Конечно. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. Привет. Добрый день, Матис. Рада познакомиться. Я разделяю твою любовь к свиньям, но вряд ли снова их воспитывать. Спасибо. Восемь лет до брака у вас были отношения, и вы не смогли его хорошо узнать и рассмотреть в нем? Нет. Ну, это я списываю просто на слабоумие, на какое-то, на свое личное. Вот. Я, в принципе, знала, за кого иду замуж. Через 8 лет? Ну, я тогда была юная девушка, когда с ним познакомилась. Он старше меня был. Когда человек старше, ты тянешься узнать что-то новое, как-то вырасти с ним вместе. Вот смотрите, были моменты, когда он просто вас не замечал. Он мог, не ставя вас в известность, улететь в другой город. То есть он позволял себе такие вещи, которые обычно не прощают. Да. Вы то что, его так любили? Ну, на тот момент мне казалось, что да, я так любила. А когда он один уехал в Сочи, вы выбросили в окно его гитару и в ней не общались 3 месяца. Да, да, да. Ну, человек как-то заставил меня поверить в то, что он изменился, в то, что он дорожит отношениями. И замуж все-таки вы из него вышли? Да, да, но предложение сама сделала. Хорошо жили? Так сложилось. Ну, когда любишь человека, все кажется хорошо. Ты не замечаешь. А вот когда вы его любили, собирались кому-то на свадьбу, он сказал, плохо выглядишь, переоденься, ему не нравится. Слишком хорошо выглядело. Вот, ну да, человек вспыльчивый. Ревновал? Ну, видимо, да, по его реакции я думаю, что да, ревновал, потому что импульсивный. Естественно, я уехала на свадьбу одна, но в стенке у меня в квартире осталась дырка, проломленная им. Ну, это даже романтично. Вы его гитару в окно, он вас ревнует. Он один уехал в Сочи, вы одна на свадьбу. Ну, такие молодые страсти. Да. Матису, надо брат. А когда решили с ним развестись, он вас легко отпустил? Нет, я вообще обманом развелась, на самом деле, потому что он не хотел со мной расставаться, его все устраивало, потому что не каждая женщина будет терпеть это столько долго, всякие выходки. Вы сказали, что вам нужно для работы? Для проекта, да. Для проекта. Мне нужен чистый паспорт, он с легкостью в это поверил, и на самом деле так было на тот момент, действительно, я проходила. Ну, хорошо, Ирина, в конце концов, жених вас не слушает, вашу историю, ему абсолютно на это наплевать. Давайте о настоящем, да, о сегодняшнем. Было и было. Вам 35 лет, у вас детей нет, вы радиоведущая и актриса. Вы востребованы, работаете, зарабатываете здесь. Ну, я зарабатываю, как-то кормлюсь, как-то существую. Если поставят Матеас вам условие уехать с ним, ну, то вы не можете виртуально вести программы, да, и виртуально, ну, не знаю, там, может быть, и можно, может быть, скоро будет такой театр одной артистки. Даже не в этом дело, мне кажется. По скайпу. Даже не в этом дело, даже если по скайпу я не готова жить на ферме, мне кажется, Матеас. Ну, на ферме я живу только сейчас, и... Он там отдыхает? Между грядками. Меняю мою жизнь каждые несколько лет, да. А, Май, я могу задать вопрос, Юрий? Тебе понравится путешествовать. Можно? Вообще пообщайтесь. Матеас, а можно я, извини, что тебя перебила, я бы хотела узнать, а ты ради любви, если вот ты встретишь свою любовь настоящую, ты готов поменять как-то место дислокации, вообще образ жизни? На какие-то жертвы готов ради любви? Я очень гибкий человек, флексилл. Мне кажется, на мой взгляд, что они оба немного инфантильные. Но меня очень насторожила история, которую я услышала, пока сидела в своей замечательной комнате, про ручки. Вот эта история меня насторожила очень сильно. У меня ощущение, что вы подбираете себе не жену, не невесту, а деталь к своему пазлу, к интерьеру, к ручке. Ну, просто у него есть такая, ну, какая-то ерундистишь, а фитиш такой. Когда я пришел туда, меня спросили, что будет на мою свадьбу и на мою свадьбу. Я уже 10 лет, наверное, сохраняю этой дружке. И, в конце концов, я решил, что она через два года будет. В любом случае, даже если любовь не встретится. Ирочка, вот вам предлагают обстоятельства, знаете, как в проект. Вот вы готовы на такие и такие условия. Вы сейчас торговаться начинаете. Вот он хочет, мы озвучили, чего мы хотим. Каждые три года меняем дислокацию. Вот у нас есть вот это и так далее. Согласна. В конце концов, ручки – это не самая страшная привязанность человека. Здесь вот как раз ваша согласие. Меняться мы под вас, мы вам много чего пообещаем, если вы нам понравитесь, понимаете. Но через три года будем менять дислокацию. Вы пойдете на это? Ну, скажите откровенно. На наши условия. Откровенно вам скажу честно. Если я влюблюсь с человека, я готова на любые вообще глупости, на любые поступки, если я полюблю. Она тоже чувствует то, что он к ней, ну, вот так вот, да, как вот пальцы, получается. И, типа, ну, слушай, вот я не деталь к твоему интерьеру. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция или тайна и скелет в шкафу. Что вы выбираете? Скелет на шкафу. О, скелет на шкафу, это хорошо. Это еще лучше. Боже мой, черная, причерная комната. Что это? Это ужас, это мой страх, который меня преследует. Я очень боюсь замкнутых пространств. Это моя фобия. Вот, это страх. Я задыхаюсь, мне не хватает кислорода, это паника. Вы знаете, я даже помню такой момент, когда я была маленькая, очень помню рано себя с детства, когда меня пеленали, вот раньше детей было принято пеленать, у меня в эти моменты была паника, я плакала. Прям помните, как вас пеленали? Да, я помню. Ты боишься замкнутых пространств? Нет, вообще абсолютно. Какая у тебя фобия есть? Фобия? Я очень боюсь высоты. Я хотела бы прочитать тебе стихотворение. Я сама пишу стихи, не так давно это у меня открылось. Но прошу не судить меня строго, я волнуюсь, и может быть, это не с первого раза получится. Стихает боль. Вопросы растворились во мраке, на них не найден ни один ответ. Любовь моя, подобно брошенной собаке, скитается, в ночи не отыскав себе ночлег. Бродяжку не пугают, дождь и слякоть, ее терзает только боль в груди. И от обид людских ей остается только плакать. Но слез не выдаст, взяв себя в тиски. Она не скалит пасть и не кусает, оберегаясь от повторных бед. Доверчиво своим хвостом виляет на доброту, откликнувшись в ответ. Спасибо, Ириночка. Проходите в свою комнату, мы вас будем обсуждать, а вы послушайте. Тимирлан, ваши впечатления и что вы скажете о Ирине? Прекрасная девушка с хорошим вкусом, видно по тому, как она постаралась одеться. Мне кажется, им нужно еще пообщаться, чтобы понять. Матиас, ваше впечатление, как вам Ирина? Она очень милая, очень красивая. Ирина не милая совсем, нет? Ирина достаточно, мне кажется, человек жесткий, целеустремленный, заточена на свою карьеру и на себя. Поэтому 35 лет, поэтому нет детей, поэтому не замужем. Ирина чего-то ждет. 35 нормально? Нет, для России это не очень нормально. Понятно, что ее никто не собирается хоронить, но у нее должно быть какое-то прошлое в виде браков или детей. Так, очень много вопросов меня к ней. Я думаю, у вас здесь, в России, такой проблем, что девушки... А мы говорим о России, да. После 27 девушка уже думает, что она старая. Да, у нас после 24 девушки понимают, что уже нужно бежать скорее. Но мы не у вас. Когда будет, как по-немецки сказать, давай поженимся? Вот когда такая программа будет у вас в Германии, мы будем говорить... Вот пока... Да, менталитет русской женщины вот такой. Но Лариса же должна была добавить какую-то такую ложечку маленькую, дегтя. Иначе неинтересно смотреть будет зрителям. Нет, невеста правильно озвучила. Хочу вот это вот, не хочу скитаться. Хочу конкретно мужа, хочу детей рожать в одном месте, получать зарплату, быть уверенной. Это имеет право. Но она мне, Ирина, симпатична тем, что она не всеядная, что она не бросилась рассочать комплименты. Да, знает себе цену, гордая женщина молодая. Это приятно. Ирина человек с выраженным Меркурием и с очень гармоничной луной в гороскопе. Это значит, что она и достаточно умная, и она очень адаптивная. Если бы она хотела приспособиться, мы бы увидели это ее желание. То, что мы увидели, говорит, что она действительно пришла сюда со своей искренностью. То, что мой отец ей не очень понравился. И она была в этом смысле откровенно достаточно. То есть, поверьте мне, это не актерская игра. Она действительно умеет адаптироваться. Если бы она поняла свою заинтересованность в мужчине, она сделала бы шаги навстречу, она постаралась бы соответствовать. Мне кажется, все правильно сказали, на самом деле. Маттиас, проходите и знакомьтесь со второй невестой. Маттиас, очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Муриана. Я вдохновлена вашим именем, потому что оно мне напоминает известного художника Нри Маттиаса. Надеюсь, что у вас тоже есть такое вдохновение. Спасибо. Мария Анна, 29 лет. Архитектор мечтает получить профессиональное признание. Гордится тем, что родилась в Москве. Признается, что искусно готовит лобстеров и знает секрет приготовления идеального борща. Предупреждает, что всю грязную работу по дому за нее выполняет домработница. Пять лет Мария Анна ждала от возлюбленного профессионального роста и зрелых решений. Но только после замужества поняла, что ее ожиданиям не суждено воплотиться в жизнь. Надеется, что Маттиас достойный мужчина. Скажите, пожалуйста, Мария Анна, какие оправдать должен был ваша надежда, я не знаю, вашей мечты, молодой человек? Просто мы познакомились, когда нам было по 20-23 года ему было, а мне было 20 лет. И я училась в Трогановке, он тогда еще был помощником адвоката. И мы вместе жили, развивались, но, к сожалению, через 4 года стало, наверное, немножко понятно тот факт, что мы движемся в разных плоскостях. И я очень сильно его опережала, и мне было очень сложно. Он не хотел зарабатывать или не мог? Не то, что, я думаю, не хотел зарабатывать. Я думаю, что он просто... Его устраивало то, что есть у него сейчас. Было ощущение, что вы его тянули, тащили на себе и материально, и морально? Да, да. Я не могу сказать, что это было ощущение. Это был стопроцентный факт, потому что я заняла в какой-то момент более лидирующую позицию. И, конечно, это моя ошибка. Никогда в отношениях не бывает виноват один человек. Всегда несколько. Это проблема всех российских женщин. Сначала мы от большой любви говорим, любимый, полежи, отдохни. Я сама. Да. Мне не нужна... Я все приготовлю, я все сама сделаю. Мне не нужен такой праздник. Давай лучше тебе купим машину. Так и было. Да? Ну вот видите. А потом они привыкают к этому и говорят... Нет, дело не в этом. Они говорят, моя такая дура, ей ничего не нужно. Мне кажется, она с радостью за него пойдет. Да, мне это нравится. Она уже, по-моему, показалась заинтересованной. Мы меньше года прожили в браке. В этот год он начал просить родить ему ребенка. Но я говорила о том, чтобы прежде чем рожать детей, надо чего-то добиться в жизни, чтобы им что-то передать. Вам сейчас 29 лет. Я не думаю, что вы будете замалчивать. Это тоже наша беда. Мы сначала копим в себе обиды. Не говорим, вслух не произносим наши желания. Все это накапливается, и потом случается развод. Вот сегодня в браке, если, например, у вас все случится с Матясом, вы можете сказать, мне это не нравится, а вот это нравится, я бы вот это хотела, а вот это лишнее. То есть вы можете уже разговаривать как взрослый человек, да, как партнер? Это важно, честно. Я считаю, в вашей принципе, это очень важно. Открывать и честно говорить позицию о том, что мне нравится так и так. У меня есть уже определенные даже принципы в жизни, от которых я не хотела бы... А вас устраивает? Все устраивает? Ну, на мой взгляд, Матяс, безусловно, он интересный человек. Я так понимаю, у него большой жизненный. Условия предложения вас устраивает? Условия предложения, я думаю, точно так же, как первого невесты, у меня смущает только одно, то, что он предлагает переезжать каждые три года. Но мы вот с друзьями сейчас сидели, обсуждали, я уверена, что это его позиция только на сегодняшний день. Потому что если он найдет женщину, которым будет... Скажите, почему вы за него сейчас отвечаете? Вы знаете, опять же, в чем наша проблема? Я предполагаю. Мы встречаемся с мужчиной, и он говорит, прости, мой дед гулял, отец гуляет вот по сегодняшний день, и я. Вот слаб я. Извини, да, а вы про себя думаете. Нет, это тут вон с Машей или с Люсей у него так было. Со мной этого не будет. Будет. Он до этого бил всех, а со мной не будет. То есть она готова его менять, она надеется, что поменяет взрослого человека под себя. Не фантазируете ничего на его счет? Я не фантазирую. Я просто могу сказать из того опыта своего не самого большого в жизни. Вас устраивает переезжать на чемоданах? Я обожаю путешествовать. Я в прошлом году была... Что значит путешествовать? Одно дело, когда вы путешествуете на две недели в полгода, да, это одна история. А потом возвращайтесь в любимую свою квартирочку, которую вы сделали на свой вкус, где уже знаете... Кстати, а давайте посмотрим квартирочку, от чего вам придется-то отказаться. Добро пожаловать ко мне домой. Я архитектор-дизайнер. Хочу показать вам свою квартиру и рассказать пару слов о ней. Этот проект был реализован моим архитектурным бюро во главе со мной. Я безумно люблю эти окна. Они наполняют эту квартиру светом. Мои любимые кресла, где я вечерами периодически сижу, пью бокал любимого красного вина и наблюдаю за городом. Здесь я смотрю телевизор. Я нарочно отказалась от обеденного стола и сделала себе такую барную стойку, где я завтракаю, пью кофе и еду в любимую творческую мастерскую. Ну вот такая девичья квартирка. Прелестная совершенно, абсолютно девичья. И вот вы сорветесь. Мне кажется, что в таком возрасте, а Матисс уже в серьезном возрасте, все-таки переезд планируется в связи с какими-то обстоятельствами. Если мужчина в 30 лет постоянно меняет страну проживания, это скорее всего просто интересующийся жизнью человек. А если мужчина к 40 годам постоянно меняет страну проживания, скорее всего он неудачник, который не может зацепиться на одном месте постоянно. А если он в душе вечно молодой, вечно пьяный? Ну это душа его заносит. Лариса, вы знаете, Лариса, я смотрю на Матисса, конечно, с одного взгляда очень сложно сложить какой-то психологический портрет. Правда? Но с одного взгляда сложно. Но он не кажется мне гулякой, который хочет только тусоваться. Мужчин такие не совсем устраивают. Они все-таки хотят немного дать. Ну как бы немного больше дать. Хотят, чтобы они были лучше. По крайней мере в начале. Это их подкупает. Что вы в характере мужчины не переносите на дух? Мне нужен мужчина активный и с активной жизненной позицией. Отрицательные черты. Я точно все-таки могу сказать, что я не потерплю, чтобы надо мной стояли и заставляли меня убираться, готовить борщи. Хотя я это делаю замечательно. Именно заставляли. Это должно идти для меня. Домострой это не ваше. Я понимаю. Домострой это абсолютно не мое. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Или тайна, или традиция. Да, у меня очень интересная семейная традиция. Мой дедушка, он летчик. Папа мой тоже летчик. И хочу продолжить традицию, хочу получить лицензию. Папка классный. Папа у меня сумасшедший, классный. А какая-то, какую традицию? Я говорю со своими родителями. Вы летчиком, что хотите стать? Я не хочу стать летчиком. Я хочу получить лицензию для того, чтобы в России эти права не будут котироваться, но они котируются в Америке, в Европе, для того, чтобы управлять гражданским лайнером. В ней, я знаю, что вижу очень много мужского. Поэтому, знаешь, да. Но сила не такая, какая должна быть у женщины, да? А вот именно какая-то мужская сила. Показывайте, Сергей. С удовольствием. Матис, я вас приглашаю. Я сюда. Да, да, да. Буду очень признательна, если вы мне поможете. Это акриловые краски. Давайте мы сделаем для вас небольшую памятную картину. Возьмите, я сейчас начну. И надеюсь, вы мне поможете. Мы напишем первую букву вашего имени. На самом деле, такого же, как у меня тоже. М. Буква М, да. М. Это интересно. Это творчество. Но оценит ли это Матис? Тут, знаешь, такой вопрос. Спасибо вам большое. Я вам это дарю. Надеюсь, останется на долгую память. Проходите. Спасибо. Тимир Лан. Человек творческий. Смутило немного то, что взяла без предупреждения, ушла после пяти лет жизни. Просто проснулась и ушла. Не сделала ли она это с моим другом? Не ранит ли она его? Да, она свободолюбива. Ее, если будет в браке что-то не устраивать, она не будет его сохранять искусственно. Ее воспитывали сильные мужчины, дедушка, отец. У нее есть примеры. Она не закусит у дела, она терпеть не будет. Глаза долу, это не про нее. Соответственно, ты будешь искать сильного мужчину, которого ты хочешь. Вообще, на самом деле, Мариана сама по себе, по характеру, как дамская сумочка, где всему находится место. И помаде, и ключам, и деньгам, и перцовому баллончику. Она человек, у которого в гороскопе конфигурация, которая называется Большой Крест. Этого не надо пугаться. Ну, просто такая конфигурация объединяет четыре планеты в разных стихиях. То есть она человек, в котором живут сразу много противоположностей. И в ее случае это, с одной стороны, идеализм и практичность, которые сочетаются и фантазерка, и знает цену деньгам. И, с другой стороны, и целеустремленность, и определенная легкомыслие. Во всяком случае, когда вы ее привезете в Германию, вам будут все завидовать. Потому что если бы Мариана жила в Германии с такой внешностью и с таким образованием, она бы сама бы сидела на этом месте и выбирала себе мужей. Лариса на нашей стороне. Молодец. Абсолютно верно. У нас еще есть одна невеста, Анастасия, и я предлагаю вам, Матео, с ней познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Мне очень нравится Испания. Надеюсь, ты скоро повезешь меня на Майорку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия, 25 лет. Модель. Разрабатывает собственную линию одежды. Мечтает стать послом доброй воли. Гордится двумя высшими образованиями. Признается, что бороться с плохим настроением ей помогают танцы перед зеркалом. Анастасия собиралась стать женой успешного бизнесмена, но за время подготовки к свадьбе поняла, что его статус был сильно преувеличен и поспешила разорвать отношения. Надеется, что Маттиас будет с ней честен. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Анастасия, а ваш жених сам вам рассказал, что он успешный бизнесмен? Или вы это додумали, ваши фантазии? Ну, и додумала, соответственно, и тоже он много рассказывал. То есть очень много было пафоса. Я там, я здесь, я вот с теми общаюсь, я работаю, я исполнительный директор. И часики. И часики какие? Ну, часики тоже были неплохие, но, видимо, по всей видимости, на последние деньги были куплены. Может быть, подделка? Возможно, да, скорее всего. И очень было много вот такого напыскного какого-то, ненастоящего. И я, ну, будучи так глупой, уже неопытной девчонкой, на это повелась. И вы через две недели стали вместе жить? Да. Ну, невеста, видно, что с двумя высшими образованиями. Но вот эта вот проблема постоянная, да, в деньгах везде. То есть я вынуждена была тащить его на себе. Я как женщина, я хочу, чтобы мой мужчина был... Ну что, он совсем не зарабатывал ничего? Ну, он зарабатывал, ну, как бы на квартиру, на еду и вообще ничего. А вам на что хотелось бы ещё? Ну, хотелось бы на подарки, хотелось бы на цветы, на ухаживание. Ну, если вы обращали внимание на хорошие часы, на манеры, вам хотелось устроиться за счёт мужчины? Ну, как... Ну, мы не скрываем ничего. Послушайте, Настя, мы все взрослые люди здесь сидим. Почему нет? И такое тоже может быть. Ну, я тоже человек... Я не могу так, допустим, жить с человеком, которого я не полюблю. Для меня важно, да, чтобы... Сейчас уже важно, чтобы он имел какой-то статус, чтобы я ни в чём не нуждалась. Нет, давайте так, полюблю и статус. Это абсолютно из двух разных источников. Полюблю и статус. Когда полюблю, умру, пойду с ним на край света, сама буду горбатиться, только чтобы ему было хорошо. Может быть, понимаете, вы тоже такая девушка, вы кабенистая. Вот вы так пришли, так в себя презентовали. А он, влюбившись, стал вам сочинять и врать, чтобы произвести на вас впечатление. Потому что сказал бы, что он с 15 автобаз, вы бы на него не посмотрели. Понимаете? Так я тоже самая. Я-то не против. Я-то не против. Поначалу-то было всё именно так, то, что... Сколько вы с ним вместе прожили? Я надеялась. То есть я хотела, чтобы он поднялся, помогала ему где-то сама. Но человек не то, чтобы не поднимался, он много мечтал. Вот когда вы с ним поехали в Таиланд, он оплачивал поездку? Он. Значит, он не совсем не щебойка. Но до этого было очень много споров и разговоров. Я считаю, что мужчина должен оплачивать. А он предлагал наоборот. Нет, так считают проститутки. А хорошие девочки из хорошей семьи, воспитанные, сытые, они вместе, молодые люди, говорят, послушай, вот у нас есть с тобой 495 рублей. Куда едем? В Матище. Клёво. Покупаются два билета на электричку. Покупаются два мороженых. И едут, и в окно смотрят, так мелькают деревья. Прекрасно. Приехали. Развать щёки. Занялись любовью. Прекрасные выходные. Либо есть, когда у пары деньги на это, она говорит, так, значит, мы оплачиваем вот это, вот это, живём в палатке, и опять мороженое, кокос, любовь, и вот такой вот молодой парень, друг для настроения. Какие электрички. С такой грудью по электричкам не ездит, Лариса. Джозеф. Да. А вы друг. Анастасия. Ну, с какой стороны? Где вы познакомились? Что вас связывает? Мы с ней работали на многих проектах, в том числе модельный проект. Вы тоже модель? Да, я тоже модель. А что вас может связывать? Потому что, если бы мне было 25, вы могли бы быть моим любовником. Но другом точно нет. Поэтому я это... А вы сейчас... То есть, вы не верите, вы не верите? Я не, я нет, я в это не верю. Игорь, если я тебе буду рассказывать, что Джозеф вот такой, как Джозеф, мой друг, меня увези в лес и там оставь. Потому что я буду тебе врать. Не бывает. Мне, конечно, очень приятно, очень приятно. Конечно, потому что она хочет, а он не хочет. Нет, очень своеобразный выбор друзей. Приятели, возможно, да. А у меня вопрос. У вас есть какая-то методика танца, которая поднимает вам настроение? Слушайте, поделитесь, а? Можешь пару ПА покажите, мне прям надо. Для этого нужно иметь 25 лет и третий номер груди. А может там ничего сложного? А что такая за методика? Нет, просто ты смотришь на свое отражение и думаешь, боже, какая я молодая, у меня все впереди. Роза, а тебе это только испортит настроение. Ты скажешь, жизнь проходит, а я вроде и здесь делала, и здесь делала, а настроение не поднимается. Не надо тебе, даже не начинай, Роза. Ой, а то и... Нет, это значит, я правильно, вы просто перед зеркалом стоите и любуете с собой? Да, ну, любую. Я просто всю жизнь танцевала, я не могу без танцев, и поэтому мне это поднимает настроение. Вам нравится, Матиас? Ну, нравится, импозантный, интересный мужчина. Поедете? Поеду. Королине. Поеду. Супер. Супер. Да. А у вас осталось одно свидание, это ваш бонус. Есть желание пройти в комнату вдвоем пообщаться? Руки не распускайте. Вдвоем? Да. Ну, это не секс, это просто поговорить. У нас такие бонусы, пока первый канал нельзя. Пока не выдает. Да. Только без рук. Проходите, пожалуйста. Ты действительно каждые три года меняешь место жительства? Ну, они так сказали, но... Это не так? Это просто, они смотрели на мои последние, наверное, 15 лет, и я раньше жил там в Южной Германии, на Черный лес, потом на Варшаву, потом в Москве. В Москве меняло место три раза, но если ты в Москве и 11 лет, это не значит, что ты каждые три года... То есть ты в Москве 11 лет, тут живешь уже? Ну, до апреля этого года, и потом я менял на Майорку. А зря вы не верите в дружбу между парнем и девушкой. Я так скажу. Нет, ну, могу. Могу, конечно, и допустить, могу поверить, это я так, для красного словца. Анастасия, у вас есть сюрприз? Да. Покажите, пожалуйста. Да, хорошо. Для сюрприза, Матес, пройдем со мной. Так как я много лет занималась танцами профессиональными, я хочу научить себя медленному танцу. Что, сальса, а я что-то? Нет, не сальса, это будет вальс. Давай мне руку. Мы раскрылись с тобой. Да. Делаем шаг навстречу друг к другу. На шаг, да. Отошли. Дальше я... Сейчас, да. Я закручиваюсь. Мы танцуем. Да, 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 совершенно верно. Он половину не понимает, что она говорит, но ему все равно. Он видит эти два высших образования. И теперь я разворачиваюсь, это импровизация, снова закручиваюсь и падаю. Вальс вообще-то не имеет никакого отношения абсолютно. Импровизация. Спасибо, Анастасия. Проходите со своими друзьями. А можно? Ну, это плятине хорошо на танцем. Ну, да. Но зато она красивая. Вам она понравилась? Да. Видите рядом с собой ее? У меня такой опыт в жизни, что если девушка хорошо танцевает, она тоже хорошо на... В постели. Это бы сказали. Нет, а может еще в чем-то? В труде. Может быть, она хорошо готовится. А, Тимирлан, как вам? Ну, девушка очень живая, теплая. Единственная, которая смогла реально расшевелить и улыбнуть нашего жениха. До этого еле ходил за у меня участник, тут он танцевал и действительно чувствовал эмоции, улыбался. Мариана живет в Москве, у нее квартира, папа летчик, дедушка летчик. Она не суетилась, не было фигурных рук, не было с претензиями, сейчас вас научу танцевать вальс. Понимаете, она сидела и смотрела вот так, как говорила. Готовить не люблю и не буду, и не заставишь. И это делать не буду. А вот это люблю, а теперь давай тебе сюрприз. Понимаете? Это называется свобода. А вот это все окружить себя красивыми мужчинами, показать. Ну, знаешь, на нашем жениха тоже желающих он в очередь не выстроится. Поэтому вам, Настенька, хороша. Нравится, берите. Ну, в смысле, везите, куда хотите. Я не против. Просто она всегда в любой ситуации хочет быть в центре внимания. Но иногда это, может быть, не всегда ловко получается. Но да, от мужчины будет требоваться многое. Как минимум, это даже не конкретные деньги, а просто внимание, которое в ее сторону должно быть направлено. То есть она должна чувствовать, что она всегда в лучах какой-то славы, что он смотрит на нее с придыханием снизу вверх. И в денежного выражения здесь не требуется, поверите, никакого. Вот, я обожаю Василису. Ну, вот действительно, правда она сказала. Вы советуете Матесу кого? Мне очень понравилась Марьяна. Вот. Она золотая середина из представленных девушек. Она открыта. Она заявила о своей симпатии. Она сказала о том, что да, перспектива возможна. С другой стороны, он посмотрел на третью и понял, что ему нужно все обеспечивать. И европейские мужики совершенно жадные. Они совершенно жадные мужики. Проще всего вам будет с Анастасией. Главное вовремя делать подарки, дарить цветы. И, в общем-то, ей даже относительная свобода не нужна. Она должна с вами путешествовать. Ей все это будет любопытно, интересно. С Марьяной, которая мне понравилась безумно, вам будет сложно. Потому что у нее будет на все свое мнение. Она будет с вами не соглашаться. Вы устанете бороться. Чтобы уступать тоже не будет. Что за то? Зато есть куда расти. Да. Ну, уже Матеусу куда расти. А еще потом с папой договариваться будет. Потому что папа все-таки тоже определенных. Это она свобода-свобода. Поэтому я думаю, что вам нужно идти к Анастасии. Я считаю, что лучше Анастасии, вот согласна с Ларисой, что лучше к Анастасии. Проблем меньше. Тем более она согласилась на все ваши условия. Зато Анастасия среди сегодняшних девушек единственная, кто с вами точно безоговорочно выйдет. Потому что она правда любит быть в центре внимания. И она не сможет на глазах у всей страны отказать себе в возможности постоять здесь на сцене в качестве выборов. Ну и потом ей 25 лет, а это еще никогда не было недостатком. Молодость. Нет. Нет, вообще. Вы можете пройти в ту комнату, куда решили. Это первая невеста, вторая и третья. Проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Ваше дитё заблудилось и запуталось. Ничего не понимает. Хочет любви. Ребенка родила. Помогите ей. Что вы делаете? Она не знает сама, что с бывшим сходиться, не сходиться. Я предлагаю всем выйти и поддержать Матиаса. У нас есть пара Матиас и Марианна. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова